Это видео персонально для тебя, Григорий Апокалипсис. Послушай, как же утомили такие, как ты, и подобные тебе. Вы бесконечно не утомляетесь приходить ко мне на страницу и запугивать проклятиями своего Бога, запугивать страшными судами, болезнями, вечным адом и всем остальным. Послушай меня, Гриша, и все, которые такие же, как и ты. Твой Бог – это огонь поедающий. И вот после смерти, Гришенька, ты пойдешь в этот поедающий огонь к своему Богу, ибо Бог твой есть огонь поедающий. И то, что ты мне здесь пишешь, пришел напомнить, что будет со мной, когда я умру. «Послушай, я прекрасно знаю, что будет со мной, когда я умру. И я больше знаю, я знаю, что было со мной перед тем, как я родился, а тебе этого, Гришенька, не дано. И я прекрасней тебя и всех вместе взятых, подобных тебе, знаю, что будет, когда я буду умирать». Об этом мне было показано и сказано еще год назад. «Я пойду под звук свирели, потому что меня будут встречать под звуки свирели. И пойду я после смерти в прекрасный мир». «Наша Вселенская Мать, она является розой саронской из долины лилий. Это прекрасная Вселенская Любовь. Я после смерти пойду к Матери Небесной, к великолепной Вселенской Любви. Я пойду в то место, где находятся сыны и дочери Света. Я пойду туда, где у меня есть мой настоящий Отец, Великий Свет. Ты мне пишешь, что я возомнил себя выше Бога. Нет, я не выше Бога. Я равен Богу. Потому что я и Бог – это одно. Потому что моя энергия, энергия моей души происходит из великого источника света. Я не выше Бога. Я равен Богу. И поэтому в моей жизни да будет воля моя. Потому что я и Отец мой едины. Я происхожу из Отца моего света. Во взаимодействии с великой Матерью Небесной, которая есть любовь. Возьмите из океана ложку океана. Так вот, ложка океанской воды равна всему океану. Ибо взята из океана. Так вот, я – энергия из света. Я взят из света. Я и Отец мой, и свет – это одно целое. Потому что я есть свет миру. Я не источаю вокруг себя тьму. Я источаю свет. Свет – это знание. Свет – это то, что просвещает умы людей. И я просвещаю людей. Я несу в мир правду. А ты даже не знаешь, что такое правда. Я несу в мир праведность. Ты даже не знаешь, что такое праведность. Праведность – это ведание радости. Это пра, это прана, это источники энергии, жизни, света. И ведность – это знание. И более того, я еще и праведник. Я ведаю прану, я ведаю свет. Я несу свет. Я свет, несущий в этот мир. И не можете вы устоять в присутствии моего света и в присутствии моих знаний и мудрости. Вы только можете пугать, переходить на личности и оскорблять. На деле вы слабы. Нет в вас ничего – ни мужества, ни силы, ни чести, ни добра, ни света. Вы только лишь полны обмана и коварства. Потому что отец ваш есть дьявол. Великий человека – ненавистник. Великий человека – убийца. И вы ходите в страхе перед своим хозяином, который назвал вас рабами. Трепещи, стадо рабское. Так он сказал вам, вот вы и трепещете. А я же Бог. Я сам себе хозяин. Потому что от Бога может родиться только Бог. От собаки родится только собака. От кота родится только кот и кошка. А от богов рождаются богини вместе с Богом. Поэтому иди-ка ты, Григорий, в тьму. В то место, откуда ты пришел в этот мир. Раз не хочешь просвещаться. Собирай свои манатки и чеши отсюда в мрак. К своему хозяину. Потому что твой хозяин всегда приходил из мрака. И сам твой хозяин есть мрак, излучающий страх. Нет в вас любви и света нет. Нет милосердия в вас и веры, что веданье Ра означает знание света. Нет у вас солнечных знаний. Вы дети тьмы. Вы не ходите открытым лицом при солнцесвете. Вы шкребетесь во мраке. Царапаете своими когтями души людей. И да, Гришенька, я в конце тебе знаю, что добавлю из личного опыта. Когда я был пастором и проповедником Евангелия, мне приходилось сталкиваться с десятками людей, которые смертельно заболевали. Эти люди были верующими людьми, христианами, которые до своих болезней хвалились любовью к Господу. И они всегда говорили, что скоро они пойдут в рай, к Иисусу Христу. Там будет вечная жизнь, там Господь их примет. Там будет просто прекрасный Божий рай и вечность со Христом. Но как только они заболевали смертельными болезнями, почему-то все желание попасть к Иисусу в тот рай у них пропадало моментально. Они бегали, сломя голову, по больницам, по церквям, по интернету, кругом ставили молитвенные нужды и умоляли Бога, чтобы исцелиться и выздороветь от смертельной болезни. У меня вопрос. А почему же вы, когда смертельно заболеваете, резко вам что-то уже не хочется Иисуса видеть? Вы же так поете каждый раз в песнях «Хочу видеть Иисуса, лик твой Божий даю зреть». Так что вы? Так в чем проблема? Почему, если вы заболеваете смертельно, вы бегаете кругом, ставите свечки за исцеление, каждый раз вы объявляете молитвенную нужду, кем бы вы ни были, протестантом или с классической церкви, что-то вы Иисуса сразу видеть не хотите. Ни лик Его, ни глаза Его. Вам страшно умирать. Долгие годы я как пастор не мог понять этого. Теперь я знаю прекрасный ответ. Что бы вы ни говорили, как бы вы прекрасно не выучили Библию, зазубрив наизусть, как бы вы ни пели, что вы любите Иисуса и хотите Его увидеть поскорее, по факту на деле, все оказывается противоположно. Вы жутко боитесь умирать и вас колотят от страха по одной простой причине – душу не обманешь. Как бы ты ни цитировал Библию, душу не обманешь. Именно душа в тебе трепещет, как птичка в клетке. А знаешь почему? Потому что душа прекрасно знает, куда она идет после смерти. А идет она к своему Богу, с которым заключила контракт. Она идет именно к тому Богу, о котором говорится в Библии, что ваш Бог, к которому вы идете, есть огонь поедающий. Вы прямо идете в огонь к своему Богу. По факту это открывается на смертном ложе, на смертном одре. Повторяю, душу не обманешь. Можно всю жизнь ходить в церковь, ставить свечки, петь псалмы, молиться и кричать, что ты безумно, ну не безумно, а условно говоря, что ты веришь в Бога, любишь Бога. Но смертное... предсмертное дыхание показывает, кто ты есть на самом деле и куда ты идешь. Повторяю, после смерти ты и подобные тебе идете к своему Богу в огонь поедающий. У меня на этом все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...